Что мы можем добавить в такой сбор? Конечно, вчера мы говорили о самых неожиданных свойствах, известных нам травм, которые являются антикоагулянты. Не содержащие саницелаты, а действие антикоагулянты у них осуществляется за счет других компонентов, менее нам известных. Как мы вчера с вами видели пептиды, то есть это пептиды, аминекислоты, которые находятся в панцевых остатках определенной последовательности, создают вот такой длительный антикоагулянтный эффект. Ну, во-первых, обычные, значит, пумарины содержащие, это, конечно, это донник. Это донник. Значит, я так, знаете, сделаю, чтобы мы сейчас вышли вот к той теме, о которой я вам обещала вчера, про сабельник, поговорить мы с вами хотим. Потому что, как ни странно, тоже антикоагулянтная способность обладает. Но вы скажете, как странно, растение, обладающее повосстанавливающими свойствами, взаимоисключающее действие. Как такое может быть? А может быть. Потому что получается так, что очень многие травы в зависимости от дозы, от формы, обладают совершенно противоположным своим действием. Вот это и называется знание, вот это и называется правильное применение. То есть разбираться в том, что вы делаете, не навредить. Значит, донник, что мы можем с вами использовать? И, конечно, мы можем использовать с вами кору ивы, мы можем кору осины, осока. Это может быть, мы вчера перечисляли с вами, помните? Да. Ну что, льняночка наша любимая. Льнянка, о которой мало знаю, но тем не менее уникальная трава, обладает свойством, ну просто в эксперименте поистине удивительным. Антикоагулянтная активность в эксперименте по сравнению с гепарином 16-18 часов. Да, то же самое это, значит, у нас медуница неясная, медуница лекарственная. Вот эти виды медуниц, особенно неясные, исследованные, неясные названия, как интересно, игра, игра слов, да? Настолько она исследована, замечательная. И оказывается, антикоагулянтная активность настолько высока тоже по сравнению в эксперименте именно с гепарином. Мы с вами говорим о том, что здесь еще и клевер, здесь очень, как таволга, как без таволги, как можно не назвать таволгу. Если таволгу не назвали, то значит ни о чем не поговорили, да? Конечно, антикоагулянтная способность таволги, это метилсорицелаты активные, как раз вот здесь не только пептиды, это прежде всего метилсорицелат. Салицелат – это группа салицелатов, которые работают как антикоагулянтный компонент. Но это намного выше, чем у осины, чем у осоколи, чтобы вы знали, намного выше. Так, теперь что еще? Очень многие травы, которые мы знаем, обладают таким свойством. Мы не будем на них останавливаться, но в эксперименте по последним данным вот такие первые места у нас занимают, конечно, это таволга, это льнянка, это медуница. Вот особенно льнянка и медуница малоизвестны, как травы, обладающие антикоагулянтной активностью. И вот то, о чем я вам хотела сказать, да, это обязательно травы, значит, если у нас сгущенные, травы сгущающие, значит, кровь, мы обязательно должны продумать, какие травы мы добавим, для того, чтобы у нас был баланс. Так ли мы в сборе? И почему здесь многокомпонентные сборы выигрывают? Потому что иногда, если мы видим, что куалограмма человека настолько серьезная, и что действительно там есть проблемы очень серьезные, а назначается аспирин, содержащий грузовый, назначаются варфарин, более серьезные такие препараты, можем ли мы воспользоваться не синтезированными, а природными средствами? Можем, но просто тогда добавляется даже порой и не одна трава, и форма ее может быть, и спиртовой, и в водных извлечениях в обычном сборе. То есть легче всего дозировать спиртовое извлечение, конечно, безусловно. Поэтому может назначаться и в сборе, как водное извлечение, может назначаться в спиртовой вытяжке. Таким свойством обладает акация белая, то есть я далеко уже ходить не буду, иначе мы с вами идем в тему коагулянжа. Кстати, она у нас, вот эта тема обязательно будет, то есть я ее сейчас глубоко не касаюсь. Безусловно, если вы хорошо хотите проработать, там должен быть каштан, потому что кроме антикоагулянтного действия, есть еще обязательно мембранно-стабилизирующие действия должны быть у травы. Пройти черплеточную мембрана, это очень серьезный вопрос, потому что это вопрос предупреждения сосудистых катастроф, рецидивов сосудистых. Это еще и защита, это онкопротектор, видите как, это всегда много компонентов такое действие. Ну и выходим мы с вами сейчас на интересную траву, всеми любимую. Кто-то больше, кто-то меньше знает. Мы слышали практически все. Это сабельный болотник. Это сабельный болотник. Мы немножко ушли сейчас от той темы, да, скажем так вот. Это просто ответ на ваш вопрос. Но, скажем, в каждом известном случае это дифференцированный подход, чтобы знали. Общие моменты они есть, но дифференцированный подход прежде всего. Внимание к каждому человеку, к его особенностям, к особенностям его организма. Вот так вот, скажем. И еще обязательно включаются травы, которые у нас обладают, ну травы антигипоксандры, травы, которые дают возможность именно кислородного наполнения наших клеток, устраняют гипоксию, шимию. Это очень важно. И поэтому в такой сбор обязательно войдут вот эти травы. Вот, о чем мы с вами и говорили, будем говорить. Ну вот сейчас отчастливым самим в случае её применять над доеньш bearing на тайер Save the ... ... ... ... ... ... ... Продолжение следует...